Ты берега попутал, Рюзки, ты кому сдачи посмел сдать, с Люшей. Прокуратура потребовала ужесточить наказание 22-летнему Владу Рябухину, осужденному за то, что дал сдачи напавшим на него спортсменам-южанам. Об этом сообщил адвокат Рябухина Сергей Колосовский после изучения апелляционных жалоб, которые подали в суд все стороны процесса. Вместо исправительных работ, к которым приговорили парня, гособвинение настаивает на реальном сроке. Прокуратура в апелляционном представлении просит применить закон о более тяжком преступлении, то есть перейти на статью 111 Уголовного кодекса РФ, нанесение тяжких телесных повреждений, и применить реальное лишение свободы, рассказал Колосовский. Также по его словам, на утяжелении наказания Рябухину настаивает и его оппонент Саргис Арутюнян, получивший в ходе драки травму головы. Потерпевший просит то же самое, но еще добавить 500 тысяч рублей, потому что денег мало дали, сообщил адвокат. Если на тебя напали четверо пьяных армян, и напали первыми, и ударили первыми, а ты посмел отбиваться, то один, ты должен заплатить миллион и два, ты должен сеть в тюрьму. Но это только если ты русский в России. А вот если бы они вчетвером Рябухина там затоптали и искалечили, теперь его мать плакала бы и обивала пороги судов. А армяне продолжали бухать, ездить на разборки, они этим хвастались на той пьянке, и тому подобное. Весной 2016 Владислав Рябухин вместе с другом приехал выручать с вечеринки девушку и не побоялся схватиться с напавшими на них пьяными армянами. Устояв после удара по лицу, Влад дал сдачу своему противнику, 100-килограммовому Саргису Арутюнину. После удара субтильного очкарика, тот упал на асфальт, и у него начался приступ эпилепсии. Влад, который знал, что делать в таких случаях, бросился оказывать своему противнику первую помощь. Вскоре Сарга оказался в больнице с травмой головы, а на Влада завели уголовное дело, обвинив его по статье 111 Уголовного кодекса РФ, причинение тяжких телесных повреждений. Адвокаты Рябухина настаивают на невиновности своего подзащитного, поскольку он всего лишь оборонялся, и требуют его полного оправдания. На днях сообщили, что разобраться в деле очкарика пообещал лично прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.